Чистый воздух, широкие просторы, восхитительные виды, свой газ, вода, есть даже электричество. Жизнь в агломерации прекрасна. Ты словно и в селе, но в то же время и в городе. Идиллия, если бы не одно «но». Половина дороги в селе заасфальтирована, половина брошена. И с каждым годом проезд по ней всё сложнее и сложнее. Машины часто жмутся к домам. Несколько лет назад КАМАЗы, гружённые щебнем, разбили её окончательно. Куда пошёл щебень, если не на дорогу? На отсыпку пожарного пирса. Теперь пирс в селе есть. Осталось довести до ума. Путь к нему. Зимой чистят дорогу до магазина, до автобуса для детей, которые в школу возят. А наш конец оставляют. Здесь же люди живут, такие налоги, такие штрафы платят. Каждый год не нравится. Конечно, кому нравится вот такая дорога. Но Подгородная Каменка не какое-нибудь отдалённое село. Это самый, что ни на есть, микрорайон областного центра. Домовладение и вся инфраструктура приписаны к Ленинскому району. При этом отношения муниципальных чиновников к проблемам местных жителей последние описывают примерно так. В попытках найти справедливость жители позвонили службу 122. Там ответили, что пока дорогу делать не время. Повторный звонок привёл к тому же результату. Потом несколько раз ещё звонила, ответили, что нет, терпите. Скоро зима, у вас засыпется лужа, всё заморозится и будет прекрасная дорога. С этой дорогой мы уже живём. Вот как мы здесь дом купили 15 лет. И ни разу не ремонтировалась. Ни разу. Год назад нам привезли КАМАЗ сюда вот кирпичей всяких. Мы сами растащили, что могли, дыры заделали. Кирпичи быстро втянуло в землю. Очевидно, одной машины БУ-стру и материалов категорически мало для такой площади. Что же касается зимы, она, как выяснилось, выглядит в селе, на земле, совсем не так, как представляется чиновникам в комфортабельных кабинетах. Скорые приезжают, они удивляются. Как вы здесь живёте? До вас добраться невозможно. Грязь, особенно зимой. Она была грунтовая всегда, не ответ и не оправдание. За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию. В 2023 году будет рассмотрен вопрос о ремонте народницы или подгородной Каменка. В этом году, к сожалению, его не удалось произвести из-за отсутствия дефицитного материала. На половину села асфальт нашёлся. Профильный завод, кстати, под боком. Казалось бы, только в путь. Но дефицитные материалы. Ничего не поделаешь. По словам местных жителей, народные избранники забыли про них. Однако курирующий округ депутат Градской думы Алексей Рогов оперативно вышел на связь. Пока не припомню, что кто-то официально обращался по этой дороге. Вообще, было бы неплохо, если бы жители официально обратились. И мы, соответственно, рассмотрели бы возможность на следующий год по ремонту. Я думаю, этот вопрос можно будет планово потихоньку решить ближе к следующему году. Вот моё видение, скажем так, такое. А жители села тем временем отмечают все свои проблемные точки. Здесь нет освещения по пути от Ишеевской трассы до села. И самое главное, нет магазина. Автолавка не вывозит. Слишком небольшой объём продуктов берёт. И слишком редко приезжает. Кстати, маршрутные и транспортные средства сюда не заезжают вовсе. Нам не надо там, как в городе, каждые 15 минут. Нам хотя бы три раза в день была бы маршрутка. Мы и то были бы рады. Мы могли бы и в аптеку, и в больницу, и в магазин съездить. Такая вот коллизия. И город, и не город. И под присмотром, вроде бы, да без хозяина. Евгений Луковкин, Юрий Давыдов, репортер 73.